Аквилла и Рут Между Витюша и Владиком можно поставить на Кравенство Забанили они таких героев, как Тинкер, Бристалбок, Профит и Девоуэр Аутвор Девоуэр, очень опасный персонаж, не хотят они его снова видеть против себя Команда Руты идет первый пик Атакуилла Виктория Ту Очень замышленное какое-то у них название команды Я думаю, пик будет настолько же продуманным Потому что в Доте не бывает непродуманных вещей Что-то сделал, не подумав, потом будешь отвечать очень больно Баны прошли, конечно, моментально, но вот насчет пиков Этого сказать нельзя Ну, по крайней мере, мы не увидим такого неприятного Тинкера Сразу берется Тайтхантер Скорее всего, пойдет он на Хардлайн Будет мешать он своим якорям Размахивать и кричать на всю Если будет Кунка, особенно в противоположной команде Ну, я не думаю, что они будут его брать Сразу еще с пиком Тем более, если есть Тайтхантер Этот парень не любит таких героев Кентавр Варранер Что ж, в принципе, тоже Такой Хардлайнер Первые пики от команды Это Хардлайнеры Неожиданно Неожиданно Посмотрим, какой бы второй пик Хардлайнеры они могут, кстати, взять еще одного Почему бы и нет Дабл какого-то Геброя Берут они Дэс Профита Неплохие такие толстенькие персонажи у них Как и Дэс Профит, так и Варанер Ну, этот Хантер тоже не худенький На диете он не сидел, точно Второй пик От Аквила Виктория Цу Или просто Акви Ну, даже в принципе В принципе, найти какой-то контр-пик Для Кентавра и Дэс Профита Невозможно Нету такого персонажа Который бы взял и Вау, законтрил их Какого-то Сварка Бладсикером Нет Такой контре Поэтому придется брать что-то для себя Отталкиваться От своих мыслей От Айдхантера От забаненных героев Хорошо, что вот забанен Я люблю, когда Профит и Тинкер находятся в бане Потому что эти Герои бесконтактного боя Очень Скучны, скажем так А вот и Кунка Не будут сегодня эти герои Только, кстати, я говорил о Кунке И вот он пикается Не будут сегодня Тайтхантер и Кунка Противоспостоять друг другу Будут они находиться В одной команде И сегодня они будут друзьями К моему удивлению Обычно все происходит не так По крайней мере По их репликам Какая-то у них вражда Точно имеется Банились герои моментально Но теперь Команды призадумались Поняли, что Очень Важен Каждый продуманный шаг Как в пике Так и в бане Очень забавные Какие-то ники у них Сначала показалось мне Что это Рейдж Дино Но нет Это Рейдж Дино Доминион И Владик А Джетикс Ну ясненько Ладно Шэдоу Демон Хотя могли В принципе взять Они спокойно Шэдоу Демона Свою команду Под Кунку Под Торрен Кинга Почему бы и нет Не захотели этого делать Это их право Это их выбор В принципе Кунка может Пойти на них без профита Но Также может и пойти На легкую линию Банится Войд Да Войд в харде Это действительно Такой герой Это не просто Хард герой Это не такой герой В харде Как Локверк Или как Виндранер Или как еще кто-то Войд Действительно Персонаж Который Может изменить Ход событий Просто на 360 градусов Вроде бы Идешь Уже солнце Светит тучки На небе И раз Уже ночь Луна И ничего не видно Твоя команда погибает Под куполом И вайпается в пятером Это действительно Очень неприятный герой И его купол Это не такой Ультимат Как у Энигмы Которую можно сбить Или все что-то Плюс его бешеная Невероятная скорость И баш В этом куполе Ну да Это очень неприятно Там многие говорят Что вау У тебя повезло Сработал бэктрек Но бэктрек Это и есть Одна из его магий Как он может не работать Конечно он должен работать Еще как Энигма Тоже кстати Забанили такого И войда И сразу же Забанили Энигму С блокхолом В пятером Как-то никому Не хочется попадаться Ну просто Не стоит Ставить рядом Бэйн Тоже Бэйна Под кунку Не хотят Они видеть его Здесь Решили лучше Избавиться от него От греха Подальше Пускай Полежись Посиди себя В бане Зачем против него Играть Вот и инвокер Что ж Удивительно Потому что Я думал Что Death Profit Будет ссадить на миде Но оказывается Может быть Так и будет Но теперь Появилась у него Конкуренция В лице инвокера Этот парень Тоже Может кое-что И знать Немножко из магии Что собственно Он и демонстрирует В играх Доты 2 А вот и шедо шаман Не знаю Возможно Они используют Тедхантера на саппорте Но я давно Не видел его В такой роли И следует Или его Использовать В такой роли Саппорта Бэбиситера Сомнительно Но вот Шедо шаман Это совсем Другой разговор Не знаю Считая его Действительно Одним из самых Сильнейших Саппортов С его двумя Дизейблами С вардами Пушащими И Эзер шоком Очень сильный Саппорт По моему мнению Один из самых Сильных Если не самый Сильный Ну и идет Четвертый Пик От команды Рут Нет у них На данный момент Ни одного Саппорта То что будет Саппортом Деспрофит Очень сомнительная Вещь Не видел я Такого применения Для этого героя Что ж Возможно и увидим В жизни Всякие вещи Случаются Сплошь Удивительное Рядом Просто люди Не хотят Его замечать Наверное Но Я думаю Что все таки Возьмут они Каких то Саппортов Более актуальных Чем Деспрофит Если вообще Деспрофит Можно назвать Таковым Еще остается У команд По последнему Бану Ну а вот И Виномансер Тоже Неприятный Такой типок Со своими Ядами Будет плеваться Он нещадно Бить Ирасту Икунку У Тайдхантера Несмотря на то Что там У Тайдхантера Есть его Кракеншелл Который Будет Позволять ему Освобождаться Из оков яда Каждые 450 Дамаги Кстати Это не так Того уже мало По сути Да Но все равно Виномансер Он очень Неприятный Герой И видно Уже такой Пушащий потенциал У команды С его Змейками Виномансера С его Экзорцизмом От Деспрофит Ну и Со спиритами От инвокера Потому что Форж спириты Тоже Парни Такие Неплохие Могут Пушить Так что Мало Не покажется Четвертый Пик Атакуя Что они Поставят На противовес Виномасеру Посмотрим Сейчас Огармаг Да Да Это Кстати Очень Крутой Герой Очень Нравятся Его Мультикасты И если Он выпадет То будет Здорово Испепелит Героя На корню Но дело В том Что Рута Кун Конечно Огармага Которые выступают Кто пойдет Смока Но Но Очень Мощный Пик Рутов Будет Трудно Его Держать Хотя Имеется Конечно Торрент И Вейв Но Это Может быть Недостаточно Также Игнайт Огонь Который Может Кидать Огармаг В принципе Да Скиллы Имеются Для того Чтобы Отпушивать Но Хватит Ли Этих Скиллов А Вот И Пауза Очень Быстрая Своевременная Пауза Очень Непонятная Ну Да Ладно Поставил Тайт Хантер Вардик Трудно Здесь Будет Его Убить Но Возможно Если Он Конечно Сам Не Натупит Дистрактор Спокойно Может Глимпсануть И Наказать Очень Серьезно Того Арбуза Кунка С топориком Не Хочет Он Пропускать Ни Одного Крипа Ну А Кентавр Кстати В отличии От Тайт Хантера Ситуации Не Видит И Не Знает Что Здесь Находится В лесу Поэтому Ему Будет Стоять Здесь Намного Труднее Чем Тайт Хантер Тем Более С такими Дизейблерами Как Раста Имеющим Сетку И Согры Магом Со Станом А Если Еще Торринг Кинг Пройдет То Все Это Не Знаю Почему Они Так Играет Но Очень Сильно Линя Уже Пушится То Это Значительная Ошибка От Этой Команды Не Должно Кентавр К сожалению Получил уже Второй Уровень Получил Просто Огромное Количество Экспы Ну К счастью Конечно Для Акви Он Заданав Мало Крипов Всего Лишь Двух Там Из Восьми Где-то Но Это Они Делают Не Просто Роют Сами Сем Могилу Неправильно Делают Поступают И Вот Кстати Пытается Убить Тайт Хантера Откидывается Он Анчер Смешем Пытается Заменьшить Урон У него Стики Спасается Этот парень Санстрайк Минус Минус Был бы Если бы Он Попал бы Нет Не был бы Минус Слишком Много Здоровья Плюс Кракеншелл Этого Арбуза Не так То Просто И Убить Ну На миде Инвокеры Магнус Скажем Так Что Это Будет Монотонная Дуэль Даже Возможно Какая-то Унылая То есть Здесь Будет Битва В основном Проходить Только За Крепов Не Думая Что Инвокера Получится Как-то Убить Магнуса Слишком Много У него Здоровья Плюс Боттл Плюс Пять Армора А это Все Так Как-никак 25% Сопротивления Физического Урона Ну А Инвокера Тоже Магнуса Будет Трудновато Убить Потому Что Ему Нужно Фармить Своим Этого Героя Будет Магнус Трудно Убить Но Вот С хостой Или С какой-то Там Такой Руной Более Менее Возможно Предоставится Такая Возможность А может Быть И нет Может Инвокер Не Такой Простой Ванька С деревни Имеет Топовый Крипстат Кунг А почему Ты Дэс Профит Я не Понимаю Что Делают Команды То Они Как бы Просто Пушат И дают Огромное Количество Крипов Экспы Для Хардлайнера Зачем Какой Смысл То есть Если Вы Даете Экспу Ставьте Уже Змеек И подходите С какой-то Базилой И сносите Тавр Или Убивайте Героя Против Которого Вы Стоите Но То Что Они Делают Это Неправильно Как С одной Стороны Так И С другой В Этом Логике Я Не Вижу Никакой Не Получается Пока Выиграть Битву Крипов У Инвокера Все Таки Это Тоже Непростая Задача Попробуйте Убить Крипа По Таврам Тем Более Дальнего Чтобы Еще Он Вас В ответ Не Похарасил Это Надо Много Уметь Выживает Кентавр А В Ответочку В Ответочку Летит Удар Восемь Жизни Остается Восемь Китпоинтов У этого Двуглавого Огромага Остается И он Благодарит Расту За то Что он Подмазал Немножечко Но Кентавр Выживает И идет Спокойно Себе Хилиться Под фонтан Забирает Все руны Магнус Имеется У него Хаст Инвист Вот такой Двойной Аперитив У него Но Поскольку Линия Пушится И ставится Змейки А у Тавара Всего лишь Снеслось Оооо 250 урона Это Фестблат От Магнуса Плохо Задорно И пока Ихний план С Деспрофитом Роли Керри Проваливается Каню под хвост Стоит здесь Огармаг Купил он Изначально Два смолка То есть Первых денег Которые у него были Первый закуп У него Имелись уже Смолки Они не используются К сожалению Не убиваются Ни Кентавр Хотя Имеется такое Огромное количество Дизайблов Не убиваются Ни на миде Инвокера Но Магнус что-то знает Хотя бы Читал какую-то азбуку И Свои убийства Он совершил По крайней мере Фестблату У Тайтхантера Уже есть Пятый уровень В то время как У Деспрофит Только третий Вот Не хватает ему Одной экспулечки Деспрофит До четвертого уровня Инвокер здесь Поджидает Ну это настолько Такой затейный Ганг Очень потешный Посмотрим Чем он закончится Был бы Шестой уровень Ооо смазывается Тайтхантер И летит Метеор в него Ставится Кинетик Филд И он улетает В мир иной В таверну Да Это точно Не 50 цент В него влетело Огромное количество Скиллов и пуль Но Он не выжил По крайней мере Через 10 секунд Отвернется А ведь Уже с Огромагом Использовали Первый смог Покупают Огромаг Второй уже Думают Недостаточно Агрессии Какой агрессивный парень Ну хорошо Что они пассивны Пассивны они Еще хуже Используется Смог на варде Все прекрасно Видит Все прекрасно Понимает Мигают И вряд ли им Удастся убить Магнуса У которого Уже есть 910 здоровья И 6 брони Но Бронепоезд Ставит паузу Да Дота без паузы Это как Лес без деревьев Трудно представить Себе Ну что у нас Топовый Крипстату Кунки Деспрофит Против Тайтхантера Имеет ничего К сожалению Зато есть Одно убийство Инвокера И одно убийство Магнуса Совершили эти мидеры По одному гангу Причем удачному Чем Пока они могут Похвастаться Наши саппорты Третья руна Шестая минута И все три руны Забирают Магнус И юзается Смог Причем Ихний смог То не видели В отличии от команды Рут Поэтому он Может быть Более удачный Их четвером Они даже Могут убить Полхпшного Кентавра Почему бы и нет Торрен Кинг Пока не попадает Напугал Напугал по крайней мере И это уже неплохо И минус Воу Они слишком много Скиллов Даже больше чем надо Буквально Втоптали В грязь его В землю Это труп И еще Там тоже Добивали его Прям буквально На земле Жалко этого парня Кентавр Там явно Не выживал Ни при каких обстоятельствах Инвокер Прям весь В недоумении Очень Негодует Он по этому поводу Что Как так Кентавр План был Совсем не таков Кидает в метеор Один Хитпоинт Остается Одна жизнь У Тавра И он динается Инвокер Не отдается Ну что ж Это неплохо Это неплохо Все таки Денежки Лишние Не получит Команда Акви Но Время Деньги Друг мой Как известно Деньги Лишними Не бывает В отличие от Интернешнл Пока Никаких Наг Нету Спидпушащих И слава богу Никаких Тинкеров Испепеляется Инвокер Как быстро Он уходит Вот буквально Он был здесь И все Материя уже Не существует Распепляется Просто на атомы Хаста сверху Видит ее Руты Но не видит ее Акви Потому что У них нет Здесь Вардо Но кто Может ее Забрать 3-1 На стороне Акви Два прага Сделал Канка И три Ассиста От Магнуса Пока Этот парень Действует Безошибочно И еще С магикстиками Слишком Слишком много Ничего Магнус 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 Пока на первом месте, конечно же, Магнус Кунка собирает кристалли с первым артефактом Что, это забавно Очень такой Нетрадиционный, нестандартный выбор Парень мыслит очень оригинально, скажем так Ну, а Громак использовал все смоки, но уже нету смоков Уже продавец говорит Слушай, блин, братан, ты реально меня ограбил? Ну, скоро завезут, но я думаю, скоро будут смоки И он снова их купит, да, по-любому Потому что он любит парень смоки Смоки это хорошая вещь Только если бы они еще их более грамотно использовали Было бы вообще здорово Но Дистраптор здесь стоит с инвокером возле Тайтхантера Они видят, вот, зеленое чудовище выходит О, напугались друг у друга, заметили Нет, ребят, надо отходить Что инвокер испугался, что Тайтхантер И убежали Имеется новую ультимоту Кентавра Очень полезная штука Прокачал он на максимум штан А не добавить Ну, да, бывает, что дамага побольше вносит Смазывается Тайтхантер, но вряд ли они его убьют Плюс 9 стиков у него имеется Кракеншал третьего уровня Это, то есть, каждый удар будет снижаться на 30 урона Допустим Ой, жалко, у Магнуса не получаются его мувы Но пытается, старается, в отличие от других За это ему плюсик прибавим Нету у Дестраптора до сих пор сапога Пятый уровень Непонятно, что он делает здесь Вроде бы ждут они драки Ну, крепы стоят по таверам Тавер не пушится При наличии Веномансера, Дес Профита и инвокера Почему? Непонятно Имеются только стики И телепорт Ну, хоть на курочку апнутую у него хватило денег И то, слава богу Кинетик фирды, в принципе, неплохие Вот и смолк, кстати Только вспомни про смолк, они уже существуют Ну, а Дасты Покупают противо инвокера тоже моментально Тогар бешеный Остановите кто-нибудь его Мне кажется, он сейчас сидит за компьютером И очень ехидно смеется С командой противника Инвокер, конечно же, в сова кунку не забирает никак Несмотря на то, что у кунки есть, конечно, кристаллис Но это ему не особо помогает Ну, здесь был поставлен кинетик филы Пока очень непонятная битва Не используется ни экзорцизм Змейки не ставятся Почему? Ну, вот еще одна загадка природы Из доты Снизу имеется невидимость 45 секунд уже, я бы сказала, невидимости Почему бы этим не воспользоваться? Ну, кунке, в принципе, это не надо Потому что он свое дело делает Он просто стоит и бьет крипов И имеет причем топовый крипстат на карте Хотя они и пушили этого кентавра Но вот угрома, кстати, используют Смоу кидают стан Магнус подходит И это должен быть минус ладик Минус виномансер однозначно Мин улетает он Очередной килл атакви Да еще и Раста получает Немножечко от денежек Дева убийства Нет у него денег Но покупает он хедресс Неужели он собирается хоть в Мекку А вот этот вот парень Имеет 300 МС Пытается куда-то убежать Но в его случае Убежать это напрасное дело Ему там в этой ситуации Надо было просто расслабиться И получать удовольствие Ничего другого не оставалось Какие-то проблемы, видимо Деструктор просто левает И говорит Ребят, это не рейс-квит, я думаю Просто у него действительно, наверное, проблемы с интернетом Ребята из своей команды Нажимают паузу И сами же возобновляют Секундочку Нужно им понять ситуацию Тактический ход Какой-то Маневр сделать Обдумать стратегию И, возможно Деструктор вернется Ну, Гермах Действительно Накупив огромное количество смоков Не хочет просто так заканчивать И говорит Ребят, надо спрашивать Готовы или нет Что такое Просто почему-то пауза Вот, сори Ну, хоть реконектиться И ту славу Ну, действительно На будущее Должны знать Что такие Неподобства Они, как бы Не нужны Необходимо просто Нормально играть Без ливов Это же не паблик Это Фасткап Как-никак Причем 5153 Ну Возможно Секрет не просто В лагах Может действительно Рейдж квитнул Немножечко Чтобы Сгладить Немножко Вины Себя И чтобы сказать Ребят, ну А, вот, кстати Курение Еще один Бронепоезд На банше На керри Кстати, ну, не знаю Очень Сомнительное удовольствие Братья Дэс-профит На керри На легкую линию В триплэн Не имеется у него Огромного количества Крипов Не имеется у него Огромного количества Денег И плюс Он еще хочет курить Ну, курение убивает Не только людей Но убивает доту Действительно Мигается Тедхантером На эту территорию Эншентов Показывает, что он здесь Ну, скорее всего Находится Враги Кстати, у Кентавра Как-никак Имеется уже Даггер Сможет он прыгать Станить Со своим Максимальным Станом На целых На 2,75 Стана Наносить 250 урона А сверху еще Даблэйджем Занесет То Приятно Точно не будет Но для такого Персонажа Толстенького Как Огромаха Этого может оказаться Мало А для Расты Вот самое то Всего лишь 680 персонажа Такой Прикольненький Причесонный Кунки С его лусами Не то, чтобы Он выглядит Как Балагурд На такой Какой-то Маркиз Из 18 века Француз Или англичан Я не знаю Может испанец В принципе И у тех И у тех Морское дело Было Неплохо Продвинуто Не знаю Будет ли Заходить Дистраптор Кстати Тоже Похож на Такого Пирата Только Более Какого-то Космического Со своей Повязкой Ну Нет У него Такой Шмотки Точно Нет Ну А Тайтхантера Кстати 1200 Голды Имеется Не знаю Меку Я как Понял Будет покупать Раста Хотя Расте Мека Не нужна Потому что Ему Нужно Огромное Количество Маны На Змейке Представьте Себе 600 Маны На Змейке У него Всего лишь Будет Половина Пола Маны Я Тебе Дам Автор Через Букву Е Пишите Если что Тисово Тебе Автопоражение Потому что Все таки Это не красит Людей Не Ну конечно Когда общаешься Друзьями Можно написать Тебе Но Это не очень Приятно Посмотрим Какая там Общая ценность У героев На первом месте Как раз Идет Команда Акви Их Магнус И Кунка Имеют Топовый Голд Стат Скажем так Ну а Саппорты Ооо Особенно Дистраптор Как все Бедно У него Беднее Чем у Дети Африки Но Да Можно на него Кликнуть Посрединного Артефакта И Сделать Такой Никак не меньше Чем Чернокожие Дети Африки Это точно Но Видно Мансер Чувствует себя Более-менее Вальяжно Ну а Прорастую Огрмага Я вообще Коврить не буду А кстати Кентавр Немножечко Лучше Все-таки Острял Чем Огрмаг Немножечко Африки Огромное количество времени уходит на реконект К счастью, в доте 2 не все так происходит, как в первой доте Потому что в первой доте, значит, для начала нужно было бы засейвить игру Потом войти в ее лоты А если игрок ливнул, и перед этим вы не сделали сейв На какой-то там минуте На какой вы ее сделали, это естественно понятно То потом бы он просто не смог войти в эту игру К счастью, в доте 2 таких проблем нету Но вот есть другая проблема Игрок может не заходить в игру Огромное количество времени причем Собственно, почему? Ну, не особо понятно Какие-то проблемы у него имеются Ну, по крайней мере, персональный компьютер он включил Это уже неплохое начало То есть, начало положено Дальше больше Мама, ну, возможно, мама из-за Гангала Бывает такая вещь Сидит он без телепорта, играет в доту И здесь мамка О, с кухни идет Да, или с работы пришла Это тоже не к добру Хотя, в принципе, телепорт у него есть Даже этого Ну, ладно, это не важно Может, мама была в инвизион Хотя и центрики, короче Ладно Еще, говорит, 11 минут Уже 9 минут паузы прошло Ну, что за игра? Одно наслаждение Смотреть бы на эту паузу вечно Все-таки есть три вещи На которые можно смотреть бесконечно Это огонь Вот, да И дота 2 Дота 2 родимая В принципе, если быть честным И даже если быть откровенно честным У команды Рут шансов Столько же Сколько у Януковича Стать президентом Украины Ну, нет у них шансов Мне кажется так Потому что Используют они своих персонажей Неправильно Особенно такого героя Который выступает Должен здесь в роли Керри Как в Дэс Профит Они получили свой уровень Когда они получили Шестовой уровень Шестой, например Или пятый там какой-то Вообще по идее шестой Когда у него должен быть экзорсизм Они тут же должны были Собраться в кулак И давить свою линию Во-первых Во-вторых, они не убивали Тедхантера Во-третьих, они давали им Огромное количество экспы Конечно же Как делали со своей стороны Ту же самую ошибку Но У Акви есть Магнус У Акви есть Магнус Который Может решить исход Игры Инвокер К сожалению Не так хорош Если вообще Можно назвать Это таковым Плюс неплохой рассказ Все-таки Даже двух вот этих героев Таких как Магнус и Кунг Вполне хватит Для того, чтобы Изничтожить и испепелить Команду противника Ну что ж Будем ждать Когда диструктор Соизволит вернуться Как мы уже поняли Компьютер он включил Оу Капитан Возобновляет игру А Громак Почему-то Восстанавливает Что-то непонятное Происходит В этих лесах Насколько я понял Диструктор Ливнул не случайно А Я понял Руты Они просто Намного сильнее Они уверены В своих силах Им не нужен Никакой диструктор Зачем эти предупреждения Погнали Это настоящая Уличная дота А может Ты под стойло Пойдешь Слушай Ну это здорово Вот это я понимаю Команды Вау Торунки И вот кстати Пригодились дасы Для чего Потому что Огрмак знает Больше чем я Огрмак предвидел Такую ситуацию Но он не предвидел Того что у кентавра Может быть стан И того что у кентавра Может быть даггер И у него еще Может быть ультимат Знал Знал Огрмак Что появится Когда-нибудь Руна невидимости И что заберет Эту руну невидимости Враг команды Противника И тогда В этом случае Он воспользуется Своим дасом И Нахарасит варга Но это тоже неплохо Это тоже неплохо А вот кентавр Кстати 50 цент Реально 9 пул Ему в лицо Влетело Он выжил Ооо А вот и ветра Пригодились Какую Руберсполярити Почему Да он не захотел Завязать двух героев Завязан только в одного Вадик Успевает Завязать Завязать свой ультимат Но Польза нового Точно не убьет Трейгер Минус два Плюс нету Дистраптора У команды Рут Ситуация Очень плачевная Диспрофит Себя не реализует Никак Если бы это были Какие-то президентские выборы Я бы за него Точно не голосовал Тайдхантер имеет Девятый уровень Соло Хардлайнер Девятый уровень Тайдхантер Да Кентавер имеет Тоже девятый уровень И он имеет Еще больше Даже у него Еще и даггер Имеется Ну Это ошибка Восхоти Реализуется Варды от Расты Сносятся Т1 На миде Ускоржей И теперь Уже будет Немножечко легче Не будет У них такой Локации Чтобы телепортироваться Ты придешь Им телепортироваться На вторую выживку А это уже Не так приятно Может быть Для кого-то Покажется Это Мнимым преимуществом Но На самом-то деле Это Громадное преимущество Оу Нету Ни мана Ни здоровья Да Просто Без билета Возит он Дес профит Магнус На свое Такси Своем Даже просто Не успел Проплатить Это Заяц Действительно Заяц Не умирает Моментально Пушится Тауэр Трейдхантер Идет пушить Крипчаков Будет он их убивать Крипы Никакого дамага Они не нанесут Абсолютно Вот даже Один хп Не сносится Плюс у них Благодаря Энчерсмешу Отнимается 60% От урона А это Кстати Не так уж и мало Даже в лейтгейме Вот что Действительно Здорово Это Процентное Соотношение Минус Минус Дамага Вау Какой реверс От дэдхантера Плюет он В лицо Очередной Торренкинг От кунки Да На месте Кунки Мог быть Любой Даже Курьер Минус Два Очень Непонятная Игра От рутов Очень Непонятная Используют Они свою Основную Артиллерию Юзается Ультимат Экзорцизм А Death Profit Поможет ли Он ей Непонятно Но кунка Умирает Неплохо Кстати Если Продержалась Она Немножечко Подольше То Этот Кират Явно Сгинул В морях А вот Регистратор С рункинетик Фьюдом Вешает он Ультимат Тут же На него Вешается Урна Плюет в лицо Плювок в душ От Эдхантера Очередной Торренкинг И в этот раз Он снова Не попадает Просто Битва за дно Теперь по одному Количество здоровья Имеются же Дасты Были же Два дасты Угромага Неужели он Использовал Два даста Как так то Как же так Оу Корабль Мимо Станы крит Минус Инвокер Хорошо Пытается Телепортироваться Удастся ли ему Выжить кунки Неужели Удается выжить Да Выживает кунка Но этого Нельзя сказать О Виноманстере Да еще Кентавр Лишается здоровья Тает она На глазах Просто Как снежный ком 18-4 Конечно же Громадное преимущество На стороне Акви Плюс нету персонажа Возможно Даже с Дистратором Было бы еще хуже Видел бы он почаще Поэтому Даже непонятно Для кого лучше Что Дистратор ливнул Пытается что-то сделать Дэс Профит Но единственное Что ей удается Это умереть Собирает она Блотстоун Ну Кстати Не хватает ей немножко И поэтому Блотстоуна Я думаю Что она соберет Этот трюк Блотстоуном Ей удастся И поэтому Когда она будет умирать Если у нее Останется хотя бы Один член из команды То он Похилится Это уж точно И это обещать Она сможет Очередная руна От Магнуса Просто Приклеивается Магнитится К нему Все руны Особенно такие как Хаст Уже третий Хаст В этой игре И Персеверан Скоро Ну Не хватает Только Одного Косаря Одной тысячи Голды Для Магнуса Для того чтобы Купить ему Рефрешер Поднимается Ветра Инвокер Причем он сам Себя поднял О А вот еще Очередной прокат От Магнуса И кидаются Риверс Полярити В одну Деспрофит Но очень много здоровья Не хватает дамага Да он конечно кинул Риверс Полярити Но вот эти вот Торренкинги Которые Пока не попали Ни одним Воу Кстати Очень неплохой прокаст С Бластом И Метеором От Инвокера Очень неплохой И умирают такие герои Как у Гермака И Кунка Действительно Было здорово Ну вот Немножечко не хватает До рефрешера Но вот соберет его Кстати Очередная руна Для Магнуса Но я уже не удивляюсь Если Можно было бы Ставить Ставки на то Кто подберет Очередную руну Я бы сделал Ее точно на Магнуса Хотя коэффициент Он был бы очень маленький И собирает рефрешера Кстати Это Эдхантер Если войдут Два Риверс Полярити И два Реведжа Как я мог забыть Реведж Это же такая известная Красная кнопка Это невозможно забыть Нет То будет довольно таки больно Хотя Рутам и так больно И кстати Еще вроде бы Не было ни одного Мультикаста А то Громага Кстати не хватает Им одного уровня Потому что По первому уровню К сожалению Ноль процентов Того что вылетит Трехкратный мультикаст А трехкратный мультикаст Это неплохо Потому что Двухкратный Это не так уже много Но трехкратный Мультикаст И огонь А то Громага Уже может убить Практически Даже инволкера Но торрент Пока промазывает Всеми Торрентами Торрент кингом Его назвать Можно смело Неплохие Очень здорово Кидает Кидает в сетку О вернее Хиксует Курицу Курицу делает Из крипа Или крипа Из курицы Но кентавр Пока не использует Ни свой ультимат Ни станы Ни WH Ничего этого не происходит А Death Profit Просто фармит Фармит и фармит Почему бы и нет Радиент Мидл Торрент Средний Мне кажется Руты Они уже как Пациент Такой Неизлечимый Больной В больнице Еще как бы Дышит Да Глаза шевелятся Но Парус дыхания И Жизнь Оборвется Я думаю Скоро Ниточку обрежет Ниточку жизни Покупает Клаку В этот раз Магнус не прокачивает С кентавром Такие шутки Не проходят Потому что Имеется у него Даггер Ну а Тайтхантер Недолго думая Прыгает А ну-ка Будет Нет Пока Из шести торрентов Кунка не выпал ни одним Или из семи А вот с таном Кентавра попадают И все отличные Метеоры От Твинвокера Действительно Метеоры Очень хорошие Но К сожалению Они не помогают Ставятся змейки Но они ставятся Слишком низко Во-первых Они не будут Достреливать до Тавра Даже если бы Они не достреливали до Тавра Тавр-то неуязвимый И дамага Никакого не нанесли Лучше бы Витюша Нарастюша Поставил бы Змейки Первого уровня На Т2 В таком случае Он бы хотя бы Прохораслался А в лучшем случае Он бы еще бы Уничтожился А как известно В Доте Когда убиваешь Тавр Получаешь преимущество Что собственно Вашей команде И надо Ну Тотальное Просто Огромнейшее Преимущество На стороне Акви 12 тысяч Акспы И 10 тысяч Голды Что не так То уже мало На 23 минуте Накупил себе Виномансера Вардов Деструктор Который Включил Компьютер Пока еще Не сможет Реконектнуться Ооо Какой Непонятный Что Зачем он поставил Вард Зачем он это сделал Я не знаю Странная Игра от Виномансера Как в принципе Вообще Эта игра Очень немножко Странная Ну Тем она и забавная Тем она и своеобразная Такая интересная Стережет Виномансер Дабл дэмэдж Подбегает Кунка Имеется у него Уже Бэккин Барр И Кристаллис Но К Виномансеру Не так-то просто Подойти Тем более Когда на тебе Висит Яд Змейки Вот еще один Инвиз Два Инвиза подряд А Блддшка Перед этим Что там интересно Мне по артефакту Мурасты А вот он и Собрал Мекку Ну Ладно Мека Это хорошо Но на втором уровне А до второго уровня Змейки ему совсем Немножечко 201 Экспа В таком случае У него ультимат Будет стоить 350 маны О Дэс Профит Ультует Имеется у нее Жблотстоун Имеется у нее Шэдоу Малет И посмотрим Как она стоит в инвизе Просто своими Ведьмами Инвокин Торренкинг Первый Торрен попадает Это Это было Невыносимо Для команды Врага Просто Потерял он Чувство меры Этот Кунка И кинул свой Торрент В забвение Попадает Очередным Торрентом Боже Но этот парень Разошелся Теперь ничто Его не остановит Как же Восстановило здоровье Дэс Профит Буквально 1500 здоровья Отличили ее духи Да Это неплохо Кидает у нас Сайванс И пытается убежать Имеется у нее 11 зарядов Которые К сожалению Сейчас исчезнут Долго они храниться Не смогут Неужели очередным Торреном попадает Кунка Но это да Здесь остается только Затаив дыхание Аплодировать Телепортируется Инвокер Тендхантер снова Плевет в лицо Виноманшера Тот же в ответочку Смазывает его Своим ядиком Инвокер Очередной неплохой Метеор От него Ну и корабль Промазывает Дело времени Когда смогут Запушить Экви Команду Рут Дело времени Ооо, не попадает Санстрайк, кстати Совсем немножечко не хватило И никакой бы Голдшип его не спас Да, корабль, конечно, это отличная штука Очень много урона она сейвит Но она бы не спасла Кунку, если бы Санстрайк пришел бы именно в то место, куда надо Последний тавер, у которого остается 433 здоровья Имеется еще Рошин, за которого не было никакой драки Хотя эта драка может произойти Почему я этого не делаю так, я не знаю Ну, видимо, очередная тайна природы Доты 2 А вот и рефрешер от Магнуса Я сейчас посмотрю, мне интересно просто, хватит ли у него маны Очень прикольно сделали, что Блинкдаггер теперь не стоит маны Это действительно намного лучше Да, конечно, там его сбивают Но то, что он не требует маны Это здорово Вот, 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 хексится Деспрофит Почему-то Магнус не бьет, потому что почему-то он застрял Не может он выйти с этой ловушки Даже с помощью своего скьювера И вот ультимат влетает буквально в Виномансера Виномансер успевает ультануть Но, но, но Здесь есть и таких три парня, которые не просят ему этого ультимата Они как бы, может быть, и хотели, но все-таки играют друг против друга Инвокер с ветрами Става в Визарде и фейсбуц у него имеются Уверен я, я уже буквально уверен, что сейчас влетит неплохой метеор от Инвокера Только нет для него поддержки Не в лице ни Кентавра Почему-то Кентавра не влетает, не помогает им Не хотят они дефить этот Тавр Говорят, пошли на хэкграунде Там подефим, там будет лучше А теперь выехала мафия Мультикаст не влетает Но это не проблема, потому что есть такие герои, как Магнус Которые всегда поддержат и помогут в трудной ситуации И придут на помощь Ой, Кунка с Дайдаусом Вот это парень, я понимаю Это да, это уже серьезно Просто садит Кунка Веномансера на крест Мультикаст Не вылетает Но Торрен Кинг В действии Решаются ребята Из команды Аквин на пуш Т3 Хэкграунда Это будет нелегко сделать, потому что Все-таки, как ни крути, как бы там плохо не стояло Но Батстоун имеется И здоровье у него тоже приличное Дэс Профита Убить его, это непростая задача И тем более, для Лотера ему хватает совсем немножко А его вот эти змеи, которые он кидает Отличный скилл для отпуша И что ты сделаешь, если еще есть Метеор? Ой, если бы сейчас получилось у Магнуса укатить его на электричке Было бы здорово Давит на мораль Понимаете, Дота Это ведь не только игра, которая происходит здесь За клавиатурой Она еще происходит у вас в голове И вот Дэс Профит давит морально Не знаю, разрешено ли это правилами Но действует он именно в таком ключе То есть он хочет залезть Воу, Тейт Хантер, Ревейдж Отлично, Реверс Полярити Узывается Рефрессер и второй Ревейдж Гениально и просто Но Кентавер со своим ультиматом уже далеко может не уехать Этого не делает И приходит Дэс Профит Очень немножко не вовремя Но совсем чуть-чуть И включает свой экзорцизм Бежит она буквально Сола на всех пятерых под змейками А змейки не бьют Дэс Профит Змейки бьют Потому что они не могут бить Поскольку у нее имеется инвиз А инвиз В этой ситуации Когда у тебя нет дастов или концентриков Инвиз в такой ситуации является неизвимостью Практически так же, как и ультимат Атомника Для физического урона, конечно же Не магического Совсем немножко остается у Тавра здоровья 300 здоровья Но также имеется и фортификейшн Дистраптор еще до сих пор не заходит в игру Накапал у него уже 1900 голды Не распределяется эта голда между командой Ну что ж, ладно Посмотрим, какие-то артефакты Прикупили себе игроки У Громага уже есть форстаф Кстати, не будет у него агоним Будет вообще здорово Я думаю Не везет ему, кстати Очень сильно не везет У Громагу Все-таки, чтобы не говорили А элемент удачи Он очень важен Не только в жизни, но и в доте Если не летят мультикасты То это не здорово Это не круто Бывает Помню Бывает, да Бывает так, что вылетает один мультикаст за другим Бывает вообще не летит Помню даже, когда только появилась дота вторая Был конкурс на продоте За то, чтобы получить аккаунт в доте 2 И конкурс был таков Он заключался в том, что Воу, какой же камиказа цвейна мастера А ну-ка посмотрим на Торренкинга Нет, промазывает он, к сожалению И конкурс заключался в том, чтобы Из 50 мультикастов У Громага Выкинуть максимальное Возможное количество мультикастов И я, помню, пытался Но у меня максимум вылетало 20 мультикастов из 50 Не помню, кто был на первом месте Но вроде бы у него вылетело Или 30, или 35 мультикастов Примерно Не буду уже врать В таком ключе что-то И действительно Вот если из 50 станов У тебя вылетает 30 мультикастов То это очень много Просто еще Насколько я помню В той версии В доте Когда он только появился Вторая Все-таки мультикасты Действовали по-другому Громага Да Процент был не таков Какой имеется Он сейчас Но ведь Уша не хочет заходить Имеется у него Ганим Рефрешеры вроде бы Откудаунились Есть и Риверс Полярити Имеется Конечно же Торрент Без которого Прям Ну никуда Не будет торрента Соваться Не имеет смысла Имеется 2 реведжа От Эдхантера Вот Ставятся змейки Вот Это неплохо Я не знаю Почему они не пошли наверх Потому что Сверху Таутавра 300 здоровья Почему-то Они решили Пойти по трудному пути Не ищут они Легкого Пути Хотят они Идти по трудному Ну а Здесь вот Влетают уже Кентавр И Инблокер Второй Реведж От Эдхантера Ооо Еще и Риверс Полярити Всего лишь Первая Использована Но даже Этого хватает Были уверены Акрию В своих силах И ихняя уверенность Не подвела Сразу же Моментально После Бараков На миде Идут они наверх И я не думаю Что их сможет Что-то остановить Оооо Какая отличная Электричка От Магнуса Безбилетники В сторону Это минус 2 И сносятся Бараки Совсем Немножечко Осталось Последняя сторона Будут мега Крипы Даже Дистраптор Который До сих пор Заходит Может не спасти Команду Рутов Последняя сторона Освободился Из плена Таверны Без профит Идет он Буквально На всех ветрах Развивается Ее плач Но нету экзорцизма Кстати Будет 16 уровень Будет больше Ведьм Будет еще легче Хотя Что тут легкого Никто не говорил Что будет легко Дота Это тяжелая битва Прежде всего Самим собой Собирает Канка Баттл Фьюри Не знаю Шутку Не по героям Так и по Рошина Будем кидать Еще Три Мультикаста Подряд Причем Два Тройных Один Двойной А то Гармага И это Очень весомый Аргумент В борьбе С Рошина Почему-то Кунка Не бьет Потому что Он боится Умереть А без Кунки Ооо Ну Тут Одни Мультикасты В принципе И убили Какая Огромная Курица Забирают Канка Егис И идут Они В бой Уже готов Этот пират С Тайтхантером Обычно Они Противостоят Друг другу На поле Битвах В доте Но В этот раз Они Друзья Они Соперники Умирает Иноманчер Это с ледяна Курса Погибает Какой-то Странный Это Настолько Опасный Мув От Инвокера Что Если Задуматься Ооо Огрома Кусева Говорил Что Не везет Ему Любви А вот Повезло Ему В игре Мистик Став Покупает Тайтхантер Немножечко Не хватает Ему До Шивы Соберет Он ее Соберет Он Шиву Только Она Будет Собрана Уже На Фонтане Врага Как-то Бушуют Уже Кентавры Рисуют Какие-то Планы Барбароса И Сносится Последняя Линия Вот и все Друзья Это Конец Дальше Я думаю Мы ничего Не увидим Ой Магнус Сделал неплохой Реверс Полярити Только не смог Он вести Второй раз У него Этого снова Не получается Умирает Полностью Команда Отдается Аегис Экзорцизм Используется Кстати Сейчас они Могут погибнуть Под фонтаном Шутки Могут быть Плохи Вот какой Крит от Кунки Ну он же Прям был Блэдмейл И он был Прям по себе Поэтому Полину Столба Здоровья Как и не Бывало Сносится Пытается Убить Ванитайдхантера Но это не так Просто сделать Кракеншал Четвертого Рем Пешила Замедляется Атака Очень трудно Убить Так Героя Престурна Сейчас Отхиляется Вернется Он в бой Как здоровенький Как новенький Все Снесли Последний Оплод обороны Говый Трон Оу Какой крит От Кунки Не зря Он собрался Дайдал Соботов Юрия Конечно Удар был По кентавру Торрен Кинг В действии Этюша Эзершоком Еще сверху Стан Минус Был враг И нет Его Проезжает Через трон Магнус Ему там Можно Он свое Дело Сделал И сделал Он отлично Последний Фортификейшн Пытается Отбиться Инвокер Возможно У него Это получится Еще Ветра Нет Не убивает Инвокера Но Инвокер Не получается Дефить GG Good game Well play Еще И Шива Использует Тедхантер Что ж Отличная Великолепная Игра Всем спасибо Друзья Будем переходить К другому матчу